Это один из предметов, который профессор дал на Кипре. Итак, если наше сознание продолжается расширять, обновлять в конце этого процесса, наше сознание достигается до уровня Сознания Творца. Итак, что такое уровень Сознания Творца? Это наша цель в своей жизни. Мы хотим достичь до этого уровня в жизни. Итак, конечно, эти научные предметы помогают обновлять, достичь и сохранять на этом состоянии сознание. Ну, кроме экономического попытки, как попытка, нужно еще другой попыток. А дойти до совершенства можем совсем по-другому. После этого, этот тип академик понимания очень легко. Если дошли через другой пути дошли до совершенства, эти академические знания будут очень легко. Что будет, если наше сознание обновляется, обновляется, и до последнего, до вершины, если дойдет? Что будет? Normally, physically, if you go up higher, 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 then they can see much larger territory. А если физически говорить, если смотреть выше, выше, мы можем смотреть больше территорию. А если вы сидите в комнате, вы смотрите только внутри комнаты, вокруг вас. И так, когда мы открываем наше сознание, мы сможем увидеть больше и больше территории, понимаем больше. И так, высокий уровень сознания, это очень сильно связано с душой, лечением душой. И так, в этом состоянии Творец увидит только один взгляд, совершенный. Когда он смотрит на это направление, все решает. А если не так, мы смотрят только от нашей страны, только одно направление. Поэтому каждый человек разный уровень сознания, поэтому имеет разный взгляд и разные мнения. И так, имеет один взгляд от Творца, или от нас разный. Есть взгляд один, единый, это от стороны Творца. И так, имеет один взгляд от Творца, или от нас разный. Отца он увидит только одно, но знает все, на этом в одном взгляде имеет все. Второе. Он, или он, управляется этот мир? Следующий. Спрашивает профессора, Творец управляет этот мир? Кто создал этот мир? Создатель создал частично или что-то, или создал абсолютно все. Даже маленькая часть пыли или маленькая структура атома. Как вы считаете? Все. 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 Он создал все. Пространство. Все создал. Абсолютно все. Второе. Это он создал. После создания, он создал все. По создательному порядку, Творец создал этот мир. А следующее. Управляет Творец, управляет частично или тоже он управляет, контролирует все. Творец создал все. И он сам управляет все. Вы уверены, что он управляет все? Потому, что вы должны быть ответственны, если вы скажете, что следующий очень важный момент. Итак, если вы сказали, да, с вашего ответа перейдет следующий очень важный момент. Это значит, он Творец создал вас, лично вас, и вас тоже контролирует, управляет вас лично. Это очень важно, если вы сказали, что Творец контролирует, управляет все. В нем включает нас и каждого человека. Именно он, Творец, управляет, действительно он управляет нас и все. Да? Да. You are responsible. Многие ответили, да. That means, if some event, some event, with some person conflict. Итак, какой-то случай, какой-то событие, кто-то страдает, кто-то пожалует. Sometimes good relation, sometimes not good relation, sometimes between family members, sometimes between family members, sometimes people so close, so close friend, they are separated. После конфликта, у них отношение стало неприятным. Is it also operated by him? Как вы считаете, такой случай, тоже он управляет или нет? Почему вы ответите, так тихо? Да. Да. That means, your answer, previous answer was not sure, because limited consciousness looks like, but when I go to detail, you are not sure. Когда профессор спросил, что Творец контролировал все, многие громко ответили, да. Но когда после этого, немножко подробно, детально спросил, а немногие ответили даже тихо, да. Почему? Потому что вы были не уверены с этим вопросом. Имеет такой очень быстрый способ, возможность, чтобы обновлять до совершенства. Если наше сознание доходит до конца, до верхушки, основное знание, основное сознание включается в этом сознании. И поэтому мы как научно, как треначная модель тела, разума и время, пространства, мы тренируемся обновлять какой-то счет нашего сознания, но имеет другую возможность обновлять. Если вы согласны, что Творец контролирует, управляет все, абсолютно все, тогда Он создал все, абсолютно все, приятные или неприятные события, тоже Он создал и управляет эти события. И профессор имеет в виду, все, любые, все события, приятные, маленькие, все Он создал. И управляет их. Но наше сознание не такой высокий уровень сознания, и поэтому в своей жизни в этом конфликте, в этом событии мы находимся в конфликте, потому что это событие нам непонятно. Из этого события начинается страдать. Страдается в жизни, ментально, и следствие этого создает болезни. А достигается до совершенства на этом месте, на этом уровне нет болезни, потому что мы находимся в совершенстве, как у Творец. Каждый человек имеет свою жизнь, в своей жизни кого-то любит или кого-то сильно ненавидит. Итак, каждый человек имеет такую память, что в своей прошлой жизни, в прошлом времени, имеет человека, который, думая о нем, чувствует неприятно. Вы считаете, что из-за этого человека до сих пор у меня проблема. Я страдаю до сих пор из-за этого человека. Как Вы считаете, это так? Из-за этого человека я страдаю. Он виноват. Если он виноват, а если это случай управляет Творец, все делает Творец, он виноват, не за тот человек, который в этом случае с ним. Этот случай тоже контролировал Творец, чтобы создать такую ситуацию. Поэтому, чтобы понимать это, мы можем понимать такую ситуацию, мы принимаем, понимаем, как всемирная, как драма. Если вы принимаете это так, как драма, более понятно. Внутри фильма, внутри драмы, есть актер, актрисы. Внутри фильма актеры играют радостный, или веселый, или нерадостный, в зависимости от своей роли. Имеет специальная профессия, автор сценарий, и кто режиссер, который снимает фильм. Нужно подумать, почему имеет такая профессия? Режиссер, автор. Откуда появилась такая идея, что я хочу снимать фильм, я хочу писать какую-то сказку? Что, из чего это начал развивать такую профессию? Это как миниатюрная форма драмы от творца, от всемирной драмы. Это не разница, не разница между тем, что он, как оригинатор о сценарий-райтере универсальной драмы. Также, на этой создании, на этой степени, он работает и создает драму и фильм. В этой драме он контролирует и управляет. This job of drama, сценарий-райтер, and movie director, and producer has idea from him. In movie, someone has, for example, liver cancer role, pension role. Внутри фильма актер играет как больной человек раком печени. Then director, сценарий-райтер, have such a scenario. As actor, main actor was the main man, was cancer patient. Surrounding this cancer patient, and then families, society, all, they are joining as one drama. After this film, сценарий, он написал такую сценарию, что этот актер болел именно этой болезнью. И вокруг него, тоже детально, он подробно пишет, что будет вокруг него. Director selects most suitable person who can do this role perfectly. И режиссер выбирает хорошего актера, который может хорошо играть эту роль. и даже украшает как больной человек. Но в самом деле, у него, у этого актера нет рака, но просто он играет эту роль, как больной человек. Просто он себя играет и показывает, что у него рак в этом фильме. И поэтому, что внутри фильма драма, это нереально. All actresses, actors, they are not, they have their own life, actually, but inside drama, they have such a role. драма, это нереальная жизнь. Каждый актер, актриса имеет свою личную жизнь. Но для того, что играть, они просто играют внутри фильма. И поэтому, в самом деле, этот актер нет полетнего рака. внутри фильма, они так играют, как действительно, что вы, зрители, чувствуете, что этот актер имеет такую болезнь, и посещает клинику, и играет, так что вы, смотря, что у него рак. А если внутри фильма конфликт имеет конфликт внутри между... As if conflict, sometimes fighting, hitting, beating, killing, внутри фильма иногда убивает другого человека или бьет. But they are really conflict or it is pretend as if a conflict. conflict между собой или просто они играют только внутри фильма. They are really suffering in drama. They страдают также в своей жизни, как в драме или нет. Not really suffering. In drama they are fighting after film is finishing, the scene is finishing, they are very friends. you hit me, oh it was very painful, but they are smiling. They have two lives. Two lives inside drama and their own life. they can see through the video what they did in film and drama and then during looking they are smiling. or my performance suffering was very successful like I did Итак, этот актер может себя оценить, что я правильно, я хорошо играл в этом фильме или плохо играл. Но в самом деле драма — это нереальная жизнь. Почему у актера имеет две жизни, своя жизнь личная и жизнь внутри фильма? Итак, роль, который играет внутри фильма, это нереально. Это правда? Это не в его жизни, это не в жизни актера. Этот актер просто играет на основе сценария, и от того режиссер спросит играть так. Итак, если Творец создал наши жизни как драма, то, что мы страдаем в этом мире, мы понимаем это как драма. Итак, как фильм, мы понимаем, что внутри фильма у актера это не его реальная жизнь, у него есть своя жизнь, но на основе сценария он просто играет эту роль. И тогда наша жизнь, в нашей жизни, когда мы страдаем, тоже это нереальная жизнь. Если наша жизнь — это нереальная жизнь, тогда у нас есть своя реальная жизнь. Итак, актеры имеют свою жизнь внутри фильма и вне фильма. Итак, эту драму, эту часть драмы просто повторяет, смотря от драмы от Творца. И тогда, эта драма, это наша роль, наша жизнь, это всемирная драма. That means, he invites every existence in his universe drama, and everybody, everybody, every existence receives certain role in this world. Итак, Творец знает, что у кого, какой уровень сознания, и поэтому он знает, кто может играть такую роль в этой жизни. И поэтому он выбрал этого человека, и это, который играет, мы играем в этой жизни, это не наша реальная жизнь. Итак, актер играет, как-то у него рак печени, но в самом деле у него рака нету, но он должен играть, потому что он его выбрал в режиссер, чтобы играть эту фильм. Then, if you really have this consciousness, if someone has breast cancer or other cancer suffering, it is not your choice then. Итак, если в нашей жизни кто-то имеет рак молочной железы или других органов, мы считаем это нереальной жизнью. Если вы сразу имеете такое понятие, что у нас сразу с рождения имеет две жизни, как в жизни актера и в своей личной жизни, реальной жизни, в которой мы сейчас живем, в которой страдают, это нереальная жизнь. Итак, актеры играют внутри фильма, движение, победение, это все нереально, потому что они просто повторяют, они делают от сценарий. The similarity in dear life, according to his scenario, according to his instruction, we are performing. Итак, в нашей жизни на основе сценария Творца мы просто играем свою роль. То есть, чтобы правильно играть такую роль, этот человек должен иметь, как в клетке рака. Но в самом деле у него в своей реальной жизни нет рака. Просто в этой жизни он играет, как у него есть рак. Кто является оригинальным в нашей жизни? Тогда, когда вы поймете, что является оригинальным в этой жизни, можете освобождать от страдания. Кто является реальным, оригинальным из двух жизней? Итак, у нас есть две жизни. Мы получили свою, каждую роль, и играем эту роль в этой жизни. Но в другой жизни имеет свою реальную жизнь, которая отличается от этого. Как найти себя, как найти себя, оригинальную свою жизнь, которая не влияет от травмы? Это зависит от души. Душа – это копия Творца. Душа имеет нулевой характер. Душа не чувствует боль, страдания. Душа – это чистый компонент. Это просто копия Творца. Каждый человек имеет свою душу. Это душа. Это наш оригинальный существо. Итак, если вы понимаете, что у вас есть две жизни, и реальная жизнь, и контролирует душа, тогда вас освобождает от боли, и от страдания. Если вы понимаете, что у вас есть две жизни, и страдания останавливаются, заканчиваются страданиями. Но не многие люди понимают, что имеют две жизни. Но с этого момента меняется ситуация, понять эту жизнь. Итак, у нас есть две жизни. Первые жизни, которые играют как в драме. Творец выбрал каждого человека в зависимости от своего уровня сознания. Он знает, какой уровень сознания. И поэтому он мог правильно выбрать, кого может играть такую роль. А другой жизни – это совсем другая жизнь. Это наша реальная жизнь. Который получил прямо от души. Это нужно сначала это знать. Третье. Мы получили такую роль, в зависимости от уровня сознания. Наше сознание. Все записано на основе сознания Творца. Существует только одно сознание. Сознание – треначное сознание. На фоне этого треначного сознания. имеет каждая часть наше сознание. И это наше сознание имеет именно место в внутри треначного сознания. Это тоже объясняет по-другому так, что Российская Федерация имеет такую территорию. Только территория России. Одна земля. Но на основании Российской Федерации вы имеете свою собственную землю. Вы говорите, что эта земля – это моя земля. Но эта земля тоже принадлежит к России. И то же сознание, то же сознание, как одно сознание. И так великое-великое сознание. В нем есть каждый человек имеет свое сознание. И поэтому Творец, он знает, у кого, какой уровень сознания, потому что наше сознание находится внутри его сознания. И поэтому Творец сразу знает, у кого, у вас какой уровень сознания. В зависимости от уровня сознания, Творец выбирает, кого может играть такую роль. И так Творец, именно таким образом, нас контролирует. Он знает лично каждого человека, как находится, в каком уровне сознания. И, зная это, Творец выбирает, кто может играть эту роль. Он никогда не ошибется, потому что наше сознание находится внутри его сознания. Он знает. The whole of you, according to your conscious level of character and qualities, you have exact that kind of role in this world. Unique role. И поэтому, в зависимости от своего уровня сознания, вы играете уникальную свою роль. That's why without instruction, you just express. Yes, that is your actress, the ideal universe drama. You are very naturally performing your role. И поэтому, в этой драме, как естественно, вы сможете играть эту роль, потому что имеете вы ваше сознание. Now, some events, some happen, not only alone. Some events involve many people together. Например, события в этом событии связаны с разными людьми. Some events, you lost your money, your property, because other person took it. At the time, we are unhappy to that person's behavior. в этом мы чувствуем неприятность именно на этого человека, потому что он взял мои деньги. Sometimes, this event gives people lifetime. Потому что такое понятие в нашей жизни дает тяжелое время. Now we have then that person who took you something critical damage to your life, is it organized by him or something else? How do you think? this is organized by him? Как это? Это тоже такое событие тоже он контролировал? Управлял? Only he did himself. Или лично этот человек он сам делал такое событие? Thinking this is an important question. Подумайте, это очень важный вопрос. If you digest properly this, from this moment you will be free from suffering. Если вы понимаете и усваиваете этот материал, с этого момента может освобождать больность и страдание. If somebody